Мираж, здравствуйте, Вячеслав, на дела наши славные, на ваше усмотрение, удачных СВД, то есть СВД это саботаж, вредительство, диверсии, причем обратите внимание, 20 числа в Госдуму внесен в Совет Федерации, извиняюсь, закон, проект, который рассматривается, ну я так понимаю, инициаторы Совет Федерации, они еще его в Госдуму внесут, они там рассматривают вернее, законодательный инициатив, ну закон, проект, рассматривает о том, чтобы за саботаж давать 10 лет, то есть мы подняли, мы реанимировали понятие саботаж, представляете, они настолько сейчас ссад саботажа, что решили 10 лет за саботаж давать, ну еще не решили, но решат, так что видите, как они боятся саботажа, мы слово вспомнили, саботаж, и пытаемся призвать людей, они уже ответственность за это лепят 10 лет, за саботаж, смешно, причем в Советском уголовном кодексе не было понятия саботажа, там было диверсия и вредительство, а саботажа не было, можете себе представить, они, они, то есть идут туда в совсем какие-то времена странные, да, Вячеслав, выясните, что саботаж понятия моих мозгов не хватает, а вы можете в интернете посмотреть, что под саботажем, потому что называют разные вещи, ну обязательно прочитайте, помимо того, что я скажу, от всего произошло слово саботаж, от сабо, помните деревянный башмак, да, и вот различные там ткачи, в том числе там льерские и прочие, прочие, вот этими башмаками расхерачивали там все, станки новые, ну таким образом они боролись с капитализмом, ну и стучали просто, да, там, вот, пришли, да, там, и стучат этими башмаками своими деревянными, не работают на хера и так далее, то есть поэтому саботаж, он имеет, в общем-то, изначально вот такую форму, да, но потом она начала развиваться, саботаж, любая форма противодействия работе какой-то, противодействия экономике, если, допустим, вредительство, нужно понимать, что такое вредительство, даже с точки зрения советского уголовного права, да, то есть это действия, влияющие на работу или мешающие работе целой отрасли народного хозяйства, да, то есть, ну там какой-то сидит руководитель крупный, да, и специально дают какие-то дурацкие команды, которые выполняются, опять же, через жопу, блядь, ничего не работает, все, вот это вредительство. А если кто-то на своем месте, это может быть маленький руководитель или рабочий взял там станок, да, или эти провода поменял, да, кто-то включил там, пиздык, и все сгорело, вот это саботаж, понимаешь, то есть вредительство только более мелкого масштаба. Вредительство, люди понимают, как, ну, со сталинских времен там вредители, ну, там, что-то он там взял какой-нибудь шланг пневматический, перерезал, и отбойный молоток не работает. На самом деле это не вредительство, это саботаж, да, то есть саботаж – это вредить минимально как-то, не на всю отрасль это распространяется и так далее. Все вместе это называется, когда это касается всей отрасли, там, народного хозяйства, это называется вредительство. А когда касается какого-то отдельного производства, там, железной дороги, там, вот, это саботаж, это же не диверсия. Диверсия, там, пришли, шкафы там взорвали, это диверсия, да, а если просто там пришли, пришли, что-то накрутили, и он там показывает хер знает что, вот это и есть саботаж. Давайте вместе посмотрим, что такое саботаж, потому что я думаю, что они что-то еще, наверное, написали, да, и что там умный. Вот, умышленное неисполнение, небрежное исполнение определенных обязанностей, скрытые противодействия осуществления чего-либо, саботаж, стучать башмаком. Ну, да, то есть, так, 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 вот, видите, самая распространенная темология слова идет от французского САБа, веряный башмак, который можно было заблокировать работу ткацких станков. Ну, в общем-то, да, 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 саботаж на распоряжении советской власти мог применяться как элемент государственной измены, ну, да, вот, в общем-то, то, что я и говорил. Вот, кодекс США, рассматривается саботаж как умышленное повреждение, уничтожение, загрязнение или заражение, ну, и так далее, да. Ну, в общем-то, видите, вроде как, как, так, 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 так я и сказал, как и есть. Ничего другого они почему-то не написали, я думал, там еще что-то будет. Саботаж не глобальное вредительство. Ну, да, можно так сказать, такое мелкое вредительство, но если саботаж большим количеством людей проводится, даже в том числе просто отказ от работы, очень часто саботаж, это просто, ну, под любым предлогом, да, там, не выполнять свои обязанности. И очень последствия могут быть жуткие, смотря сколько этих людей, которые саботируют. Вот представьте, все, кто сейчас там носили цветочки, да, они бы занимались саботажем и вредительством. Просто не надо идти там сжечь трансформатора. Просто на своем месте саботажем и вредительством. Хакеры лезли бы, гробили всю систему, которая там компьютерная существует в России. То есть на железной дороге. Они говорят, мы умные, мы хакеры. Ну, там, пожалуйста, вот вам. Они идут и цветочек кладут за Навальный. Да то лучше зайди, блядь, и обруши эту железную дорогу, и все. И там ничего не работает. Или метро. Представьте, в Молосковское метро встало. Вот это в памяти о Навальном нормально. Да никто никуда уехать не может. Все орут Собянин, пидорас, Путин, гнида и так далее. Все, метро встало. Паралич полный. Вот, блядь, там три дня стоит метро. Вот как отвечать надо. Или грохнулись какие-то там эти МТС, там еще что-нибудь. Нахлобучим. Сейчас же много чего можно сделать. Вот эти, которые носят цветочки, они же многие умняшки. Почему они этого не делают? Не рискуйте, но действуйте. Действуйте каждый день. Каждый день боритесь с путинским режимом. Реально. Не вот этой херни. Реально. Каждый день. Вредительство. Хоть чуть-чуть. Саботаж. Хоть чуть-чуть. Диверсия. Хоть чуть-чуть. СВД. Саботаж. Вредительство. Диверсия. Дай Бог вам всем здоровья. Дидерсия. Дай Бог вам всем добиться. Двидите меня.